Томительное ожидание финала. Пока идет подсчет всех за и против по всем номинациям фестиваля и подсчитываются бюллетени зрительского голосования, в кулуарах идет свой обмен мнениями. Оцениваются шансы. Мы расспрашиваем гостей из Национального театра Македонии. Режиссер конкурсного спектакля «Частные беседы» Нина Николич и исполнительница главной роли Амернис Накшичич. Сегодня Македонский театр уходит от масштабных постановок. Главное внимание к малым формам с минимальными средствами выразительности. Для этого идеально подходит драматургия великого кинорежиссера Ингмара Бергмана. Но то, что хорошо для кино, не просто перенести на театральную сцену, а театр берется за эти самые сложные задачи. И именно за это получает приз за лучший спектакль фестиваля. Профессиональная оценка спектакля Македонского театра, да и фестиваля вообще очень высока. Есть поиски новых выразительных средств. И поскольку фестиваль международный, то, например, спектакль Македонии, ну для нас это шаг вперед. Такая скупость театрального выражения может быть поэтичный, без дополнительных каких-то эффектов, шумов и так дальше. Спокойный разговор. Яркий спектакль театра Матищинского. Там блистательные актерские работы. Но об этом пока еще никто не знает. Церемония награждения только-только началась. По традиции ее предваряет передача творческой эстафеты в виде театральной маски от фестиваля к фестивалю. В следующем году его будет проводить театр «Огниво». Подмосковные вечера – это очень высокая планка. От этого становится интересно. От этого возникает определенный азарт. И уже хочется, не соперничая с вами, сотрудничая, не уронить эту планку и предоставить вам, в свою очередь, тоже лучшие образцы мирового театра, мирового театра «Куколцы». Театральный фестиваль «Чаепитие» в Матищах еще только предстоит. А пока заслуженные награды ожидают сегодняшних лауреатов шестого Международного театрального фестиваля «Подмосковные вечера». Кто они, пока неизвестно. Искать награды в заветных 12 стульях выпало Остапу Бендеру и его компаньону Киси Воробьянинову. Им помогает почти вся труппа театра «Фест». И это не просто церемония, это целый спектакль. На сцену приглашается зав. литературной частью московского «Тюза» Владислава Куприна и театральный критик Татьяна Тихоновец. Они знают имена победителей. «Симпатии жюри за лучшую мужскую роль. Заслуженный артист Московской области Игорь Калагин. Спектакль «Лес зимой». Мы Симпатии жюри за лучшую женскую роль. Держим паузу. Заслуженная артистка России Татьяна Полянская. Спектакль «Лес зимой». Актерское мастерство – главная основа театра. Это предмет гордости и доброй зависти коллег. И, конечно же, главная ценность для творческого обмена. При зрительских симпатий Гран-при фестиваля «Подмосковные вечера» достается театру из далекой Алма-Аты за спектакль «Войцы». Сергей Берзин, Денис Корнев. Информационная программа «День».